Всем привет! Наверняка каждый из вас интересовался тем, как повысить свою анонимность в блокчейне, исключить распространение своих паспортных данных и скрыть историю перевода в криптовалют. За последний год многие криптопользователи начали массово покидать CX-биржи в пользу Dex-платформ, где нам не требуется привязывать свой паспорт для получения доступа к торговле. Помимо этого, еще одним важным инструментом для криптопользователей стала возможность шифрования своих транзакций, которые невозможно отследить в обозревателе блоков. Многие платформы шифрования до сих пор остаются недостаточно удобными и запрашивают крупные комиссии при переводе монет. Однако в этом ролике я хочу поделиться с вами проектом, который не только берет минимальные комиссии, но и предлагает два удобных формата шифрования через веб-приложение и телеграм-бота. Платформа называется Sendex.ai. Это полностью анонимный инструмент, который позволяет как отправлять, так и принимать криптовалюту со стопроцентным шифрованием. Отследить такие транзакции обычным пользователям невозможно, также большинство DEX и CX бирж не смогут определить, с какого именно кошелька к ним пришел депозит. Повышенная анонимность транзакций в проекте реализована с помощью внедренного искусственного интеллекта. Он исключает возможность проверки транзакций любому участнику, что гарантирует нам максимальную анонимность. Благодаря этому Sendex может отлично подойти владельцам ферм, которым больше не потребуется проводить крипту на различные кошельки, чтобы биржа не отследила связь между их биржевыми аккаунтами. Начать пользоваться платформой можно уже сейчас. Как я говорила ранее, использовать Sendex можно в формате веб-приложения и телеграм-бота. В случае с ботом нам даже не придется подключать свой кошелек. Все активы, отправленные в боте, будут автоматически направляться на адрес пользователя, которым вы хотите перевести токены. Что же касается приложения, то в нем подключить кошелек нам все-таки нужно, однако это позволит нам получить доступ к большему ряду функций платформы. Чтобы открыть приложение, вы можете перейти в Sendex по ссылке, которую я оставила в описании под этим роликом. На главной странице sendex.ai вам будет доступен основной список функций, которыми вы сможете воспользоваться после подключения кошелька. Чтобы подключить ваш кошелек, нажмите на кнопку Connect Wallet и выберите удобный вам кошелек для подключения. Кстати, проект поддерживает множество сетей, а для перевода мы можем использовать более 10 токенов, включая Bitcoin, Ethereum, Matic, Solana и многие другие. Чтобы отправить токены другому пользователю, нажмите на кнопку Send a token. В открывшейся панели выберите необходимую монету и укажите адрес, на который хотите перевести активы. Как я говорила ранее, проект берет минимальную комиссию за переводы, которая составляет всего лишь 1%. Заполнив все данные, вам останется нажать на кнопку Send, после чего активы будут отправлены на необходимый кошелек. В случае, если вам понадобится принять токены на свой кошелек, вы можете открыть запрос на оплату. Это можно сделать в разделе Create Payment Request. В открывшейся панели вы сможете указать описание запроса, чтобы пользователь понимал, кому отправлять транзакцию. Здесь вам также потребуется указать сумму монет, которую необходимо получить от пользователя, и адрес кошелька, на который платформа отправит ваши активы. После заполнения вы сможете сформировать запрос и скинуть его пользователю, который должен перевести вам крипту. Еще проще пользоваться шифрованием транзакций в специальном Telegram-боте проекта. Ссылку на него вы также найдете в описании под этим роликом. Бот выполнен очень удобно и имеет схожесть с приложением функционал. Для активации бота нажмите на кнопку Start. Далее, если вы хотите принять активы от пользователя, разместите запрос, нажав на кнопку New Request. Для формирования запроса проект будет поэтапно отправлять вам сообщение с просьбой заполнить описание, указать токен и сумму отправки, а также адрес кошелька для получения активов. После того, как запрос будет готов, бот отправит вам ссылку для перевода, по которой должен будет зайти отправитель и совершить транзакцию. Аналогичным способом, как в приложении работает, и отправка средств на другие кошельки. Все, что вам нужно, это нажать на кнопку Send, выбрать активы и указать его сумму. Далее вам нужно вставить адрес кошелька получателя или его ник в Telegram. В случае с Telegram пользователь также должен быть авторизован в платформе для моментального перевода. Используя ник в Telegram, вы уже сейчас можете отправлять монеты Ethereum и Solana. Для этого вам нужно написать команду Send и указать никнейм пользователя и количество монет, которые хотите отправить. После подтверждения перевода, бот предоставит вам адрес и QR-код, на который вам потребуется перевести сумму токенов. Завершив транзакцию, монеты окажутся на кошельке, указанном вами пользователя. Если получатель не использует бота, то вам нужно указать адрес его кошелька. После того, как вы отправите адрес бот, скинет вам реквизиты для перевода средств, откуда в дальнейшем он отправит токены в кошелек нужного пользователя. Дополнительно к функции перевода средств платформа также предлагает всем своим пользователям возможность пассивного заработка. Дело в том, что вся комиссия, получаемая от транзакций, распределяется между участниками Sendex. Таким образом, мы можем получать пассивный доход от переводов внутри сервиса. По планам команды, в ближайшее время проект должен достигнуть рыночной капитализации в 100 миллионов долларов, что значительно повлияет и на цену токена проекта, который совсем скоро начнут листить на множестве бирж. Дополнительно к этому, в рамках экосистемы Sendex планируют запуск еще одного платежного продукта, а именно виртуальной карты. В партнерстве с MasterCard команда Sendex разрабатывает виртуальную карту, которая позволит совершать платежи через Google Pay и Apple Pay без KYC верификации. Купить данную карту можно напрямую через бота, используя криптовалюту в качестве оплаты. Я перечислила только те функции, что известны на данный момент, однако по заявлениям команды у карты будет намного больше преимуществ, которые смогут вас заинтересовать. Запуск карты также состоится в ближайшее время, поэтому я рекомендую вам следить за социальными сетями проекта, чтобы не пропустить анонсов и обновлений в данной экосистеме. Напомню, что все ссылки на проект Sendex и его в социальной сети я оставила в описании под этим роликом. Поэтому переходите и не теряйте время зря. Ну а на этом у меня все. Как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До скорого. Отличного всем дня и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok